Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою лекцию, посвященную вашему праву необходимой обороны. В прошлый раз мы говорили о праве необходимой обороны при угрозе для вашей жизни. Сегодня я расскажу, как быть, если угрозы для жизни нет, но есть угрозы для вашего здоровья. Также вы получите ответы на вопросы, что такое мнимая оборона, мнимое нападение, что такое превышение пределов необходимой обороны. Необходимая оборона возникает, когда угрозы для жизни нет, но есть угрозы для вашего здоровья. Главное, чтобы защита была соразмерная нападению, то есть адекватная. Классический пример. Вас ударили кулаком, вы соответственно ответили хулигану тоже ударом кулака. При этом законодатель учитывает, что нападение на вас может быть неожиданным, когда вы не можете правильно оценить степень и опасность нападения. Ну скажу по-другому, эффект неожиданности, назовем это так. Значит человек действует в состоянии необходимой обороны. Приведу пример. Сильно пьяный подросток начинает хулиганить и нападает сзади на вас. А вы борец тяжеловес. Вы его бросаете через себя, он головой, а землю насмерть. Казалось бы, совершено тяжелое действие. Вы спортсмен, тяжеловес, он маленький, безобидный. Если вас поставить друг против друга, это как Давид легендарный и Голиаф. Он как черт на вакулу получается на вас напал. Копошился на спине. Вроде и денег не требуют. Но для вас это было неожиданно. И вы были вольны защищаться со всей своей силы. То есть статья 37 необходимая оборона Уголовного кодекса гласит, что не является превышением пределов необходимой обороны, если нападение было по сути неожиданным для человека. И он объективно не мог оценить степень и характер опасности нападения. То, о чем я сказал ранее. Есть такой термин, как манимое нападение с точки зрения нападающих. Манимое нападение также порождает право необходимой обороны. Приведу пример. Друзья решили разыграть своего приятеля. Взяли игрушечные пистолеты, ножи, подкараулили его в темном подъезде. И с криком «Смерть буржуям!» напали на него. Имитировали нападение, как мы понимаем. А он шел с гаража, нес в одной руке металлический трансформатор, в другой подшипники. Он одного подшипниками, другого металлическим трансформатором. Два трупа. Тем не менее, у этого человека было право необходимой обороны. Приведу другой пример. Ночные сторожа. Ходят вокруг дома, ночью охраняют. Один спрятался, когда проходил второй по маршруту охраны, то первый выскочил с воем и напугал его. Второй начал отмахиваться палкой и наносит удары. Увечит своего приятеля, не понимая этого. Получается, что шутка оказалась неудачная и закончилась трагедией. Есть еще такой юридический термин, как «мнимая необходимая оборона». Или воображаемое нападение. Приведу пример. Вы идете с ночного сеанса домой. Был фильм ужасов. Неожиданно появляется человек и просит закурить. А вы, соответственно, испуганно с криком «А, Фредди Крюгер!» начинаете тыкать его перочинным ножом. Соответственно, в ваших действиях необходимая оборона отсутствует. Приведу другой пример. Девушка возвращается с работы. Страшно. Берет для уверенности офисные ножницы. Понятно, сердечко бьется, задыхается, заячья кровь. И тут в подъезде стоит мужчина. Может быть, он и хулиган. И, соответственно, говорит «Куда идешь, красавица?». Страшно. Женщина начинает тыкать его ножницами. Попадает в глаз. Наносит серьезные травмы. Разумеется, в ее действиях необходимой обороны никакой нет. Ей нападение мерещится. Она сама себя накрутила. Может быть, даже вплоть до медвежьей болезни. Сама напала и травмировала или убила, соответственно, получается, невиновного человека. Необходимая оборона – это всегда ответ на посягательство. То есть на насилие, которое совершается в отношении вас. Есть случаи посягательства на ваши права, но не связанные с насилием. И это также не порождает у вас право необходимой обороны. Приведу пример. Бездействие, предположим. То есть вы обращаетесь с заявлением в администрацию города, района, с просьбой выдать вам разрешение, лицензию, утвердить схему границ, может быть, земельного участка и так далее. Но чиновник ничего не делает. Бездействует. А участок в это время застроил ваш сосед. Вы приходите очередной раз на прием к нему. Раздраженно хватаете дырокол и бьете чиновника по голове. Полежи, мол, на больничной койке, подумай. Соответственно, подходите к другому чиновнику. Выдышали, нет разрешения. И так вот весь отдел уложили на больничную койку думать. Разумеется, нападения на вас не было. Хоть и было нарушение прав, это не порождало. Но без действия бюрократов у вас право необходимой обороны. В виде применения к ним насилия, соответственно. Не предоставляет вам право необходимой обороны посягательства и на другие права. Даже если они заложены, предусмотрены Конституцией. То есть нет угрозы для жизни и здоровья, соответственно, вы не имеете права применять насилие. Приведу несколько примеров. Вас охранник с ребенком не пропускает в школу. Вы начали его избивать на глазах у ребенка, потому что он лишает якобы вашего ребенка конституционного права на образование. Ну или другой пример приведу. Вы избили таксиста, который отказался вас вести в плохую погоду к месту работы. А вы любите свою работу и, соответственно, он нарушает ваше право на труд. Разумеется, это тоже не предоставляет вам право применять насилие в отношении человека. То есть якобы действует состояние необходимой обороны. То есть при необходимой обороне вы защищаете исключительно врожденное право на жизнь и здоровье. Ну свое право. Не является необходимой обороной предупреждение нарушения ваших прав или насилия, которое может быть совершено в будущем. Ну, предположим, вы дачник. Местные воришки облюбовали ваш домик, постоянно туда лазают, воруют рабочий инвентарь, строительные инструменты. Портят там все. Вы берете, приобретаете яд, наливаете его в бутылку с водкой и оставляете там. Они, полагая, что это водка, выпивают и умирают. В ваших действиях состав преступления. Никакой необходимой обороны нет. Приведу другой пример. Воришки постоянно лазают к вам на дачу и вы, чтобы отвадить их, решили протянуть электрический провод вдоль забора. Ну, соответственно, очередной раз, когда они залезли, то есть под высоким напряжением провода были, один погибает. В ваших действиях права необходимой обороны не было. Вы совершили преступление. Ваша защита от нападения на вас должна быть соразмерной. Таким образом, вы не должны совершать действия, явно не соответствующие характеру и опасности посягательства. Иначе говоря, вас могут ударить, травму незначительную причинить, но не убить. Соответственно, и вы тоже можете нанести травму, но не убить человека, не искалечить его. Например, подходит к вам сильно выпивший человек и говорит, ты сейчас получишь. И замахивается там неуклюжим кулаком. А вы достаете пистолет или берете палку и убиваете его. Понятно, что в ваших действиях несоразмерная защита была. Или приведу другой пример. Человек незнакомый нападает на вас, вы его отталкиваете. Он падает и тяжело, сильно травмирует голову. В такой ситуации, конечно же, у вас возникло право необходимой обороны, и оно было соразмерным. То есть превышения пределов необходимой обороны не было. Что такое превышение пределов необходимой обороны? Это когда посягательство было предотвращено уже. И, соответственно, ваше насилие неоправданное, неадекватное. Ну, приведу пример. Там идет нападение на вас, назовем это так условно преступника, с молотком. Он бьет, пытается ударить вас один раз мимо, второй раз бьет мимо. Вы уворачиваетесь, подбегаете и выхватываете у него этот молоток. Он замешкался, там отступает, закрывает уже лицо руками. А теперь вы уже продолжаете наносить ему удары молотком. Вот в ваших действиях необходимой обороны не было. Превышение пределов необходимой обороны является преступлением и содержится в отдельных статьях Уголовного кодекса. Статья 108 – это убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны. Статья 114 – причинение тяжкого средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Превышение пределов необходимой обороны – это преступление, но со смягчающим обстоятельством. То есть вас будут судить, судить самих, хотя вы вроде бы по-человечески и не виноваты. Я вам осветил на наглядных примерах все нюансы превышения пределов необходимой обороны. Эта лекция обобщенно охватила в себе все классические примеры, возникающие в судебной практике. Надеюсь, они вам не пригодятся и вы с этим никогда не столкнетесь. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин